Монтаж покрытия без порогов, то есть без разрыва, является одним из популярных в последнее время способов укладки ламината. Перед тем, как выбрать именно этот вариант, следует учесть некоторые нюансы, о которых мы и поговорим в данном видео. Итак, монтаж ламината будем производить плавающим способом, то есть когда панели соединяются только между собой и ничем не крепятся к основанию. Но сначала необходимо рассчитать количество материала. Как это делается? Обычно запас составляет около 5%. При стандартной укладке ламината с хаотичной разбежкой доски на площадь прямоугольной комнаты до 15-17 квадратных метров, необходим запас не менее 1 квадратного метра. Перед укладкой ламинат следует хранить в закрытой упаковке не менее 48 часов при комнатной температуре. Ламинат должен храниться в горизонтальном положении в помещении, где будет производиться его укладка. Благодаря этому он наберет температуру помещения и не деформируется во время проведения работ. Использовать будем немецкий ламинат Октоберфест толщиной 8 мм с высоким классом износа стойкости и эксплуатации, о чем нам указывают эти цифры. А именно 33 класс допускает эксплуатацию покрытия в общественных зданиях с высокой нагрузкой. Здесь применяется более современная замковая система 5G. Удобство запирания данных замков обеспечивается внедрением пластиковой вставки в качестве защелки. Напольное покрытие с этим видом стыковки собирается по одной планке. При таком варианте сборку можно осуществлять в одиночку. Для начала укладки будет полезно определить оптимальную ось расположения рядов. Дело в том, что очень редко стены всей квартиры взаимопараллельны и перпендикулярны друг другу. Другими словами, нет идеальной геометрии. А это может обернуться тем, что в одной комнате ряды будут следовать вдоль стен, а в другой могут получиться значительные к линии. Обычно такие отклонения незначительные и ими можно пренебречь. В любом случае найти оптимальную ось может помочь лазерный уровень. Она и будет служить нашим ориентиром. Допустимая неровность пола при укладке ламината не должна превышать 2 мм на каждые 2 квадратных метра площади поверхности. Так как основание у нас неровное, укладку ламината будем производить на линолеум, поверх которого расстелим 2-х миллиметровую синтетическую подложку из вспененного полиэтилена. При некоторой неровности поверхности подкладка в 2 мм способна нивелировать незначительные перепады основания за счет собственной усадки в бугорках. Также подложка под ламинат способна придать дополнительную амортизацию полу, выполнять функцию шумоизоляции и влагозащиты покрытия от возможного конденсата. К тому же и сам линолеум послужит дополнительной шумоизоляцией. Укладку следует выполнять при температуре в помещении не менее 18 градусов и относительно влажности воздуха не менее 50 и не более 60 процентов. Иначе покрытие будет сдуваться и деформироваться. Данные значения должны соблюдаться и в течение первых трех дней после укладки. Также во время укладки нельзя проветривать помещение. Для лучшего визуального эффекта панели укладываем в продольном направлении относительно основного источника света, то есть параллельно потоку солнечного света из окна. Покрытие настилаем справа налево. Устанавливаем укладываемую панель под углом к уже уложенной панели предыдущего ряда. Подводим вплотную к соседней доске и надавливаем вниз до слышимой фиксации торцевого замка. Для более плотной посадки и для простукивания стыков панелей применяем киянку. При видимости вероятного залома необходимо приподнять предыдущую доску и защелкнуть стык на весу. Последняя панель в ряду практически всегда укорачивается. Чтобы точно отмерить необходимый размер панели, поворачиваем ее на 180 градусов и наносим разметку для отреза. Последняя панель не должна быть короче 40 сантиметров. Для этого, возможно, придется обрезать первую панель, но ее длина не должна составлять, опять же, менее 40 сантиметров. Следующий ряд следует начинать с обрезанной панели, оставшейся от предыдущего ряда. Как известно, ламинат обладает свойством дышать во время перепадов температурного и влажностного режимов. Таким образом, в случае выключения отопления, ламинированные полы начнут расширяться. Поэтому для деформационного шва между стеной и ламелями устанавливаются распорки. Зазор составляет 10-12 миллиметров, в зависимости от размеров помещения. Но в любом случае, чтобы эту щель мог перекрыть напольный плинтус. Следует обратить внимание на подгонку ламината подстык об наличника. Наличник двери не всегда закрывает деформационный шов. Поэтому для правильной подгонки в таких местах зазор следует уменьшить. Для того, чтобы защитить деформационный зазор, после монтажа всех панелей устанавливается плинтус. Если же вы планируете прятать под плинтус провода и другие коммуникации, то рекомендуется использовать модели плинтусов со специальными каналами. Плинтусы следует закреплять только на стене, а не на полу. Монтаж креплений для плинтусов выполняется на расстоянии примерно 40-50 сантиметров. Для этого используем дюбель-гвозди диаметром 6 миллиметров и качественный электроинструмент. В нашем случае это компактный и мощный перфоратор с виброгасящей рукояткой и плавным пуском. Он позволяет сделать аккуратные отверстия, в которые устанавливаем дюбель-гвозди. Далее с помощью шуруповерта завершаем крепление плинтуса. Кстати, наш шуруповерт обладает мощным бесщеточным двигателем с высоким крутящим моментом, а благодаря этому им можно производить и высокоскоростное сверление металла и дерева. Также он обладает встроенной яркой подсветкой рабочей области, что позволяет доработать в сумерках или закрутить саморез в темноте. Очень удобно и практично. Необходимо также знать, что если в помещениях, продольный размер которых составляет более 12 метров и поперечный размер более 8 метров, то в области дверей и в переходах между помещениями следует закладывать компенсационный зазор. То есть на каждые 10-12 погонных метров покрытия нужно предусмотреть температурные швы, которые не дадут ламинату деформироваться при перепадах температуры. Также не рекомендуется использовать беспороговый метод, если площадь помещения превышает 120 квадратных метров. Спасибо за внимание и всем удачного ремонта! Субтитры создавал DimaTorzok